Если бы я была бы на стороне нашего противника, то в этой ситуации я, несомненно, попробовала бы синхронизировать дестабилизацию горячей точки по нашему периметру. В конвенциональном формате повторения ни Первой, ни Второй мировых войн не будет. Россия и союзные государства, Россия и Белоруссия, они не будут и не собираются доминировать, но при этом будут гарантами стабильности для всего региона. Эпоха доминирования в том формате, в котором она была последние 200 лет, она прошла. Калина Александровна, рад приветствовать вас. Взаимно, Юрий. Во-первых, с наступающими праздниками. На ваш взгляд, что из того, что происходило с нами в 2023 году, мы заберем с собой 24-й? Любовь к жизни, Юрий. Ну вот из тех проблем, которые в том числе и с вами мы обсуждали на протяжении года, что из этих проблем, на ваш взгляд, будет продолжать оказывать влияние на нашу с вами жизнь уже в 2024 году? Дело в том, что все сценарии, которые заложены были и в 2023, и в 2022, они продолжают развиваться с огромным количеством, целой стаей черных лебедей и внезапных всяких факторов, которые мультиплицируют сложность и, собственно говоря, повышают динамику турбулентности в эту эпоху перемен, в которой мы живем. Но мы с вами не китайцы, мы перемены не боимся. Одна из проблем, которая наиболее близкая для нас, это СВО, для всех, кто живет и в России, и в Беларуси, да и вообще в Восточной, и в целом в Европе. Люди, естественно, особенно у кого близкие так или иначе там участвуют, естественно, задаются вопросами, когда это может закончиться. Но вот спрошу немножко по-другому, какие факторы, на ваш взгляд, могут оказать влияние на сроки проведения этой операции? Я могу сказать, чем это обусловлено, Юрий. Я вижу несколько таких тревожащих меня моментов. Если бы я был султан, да, если бы я была бы на стороне нашего противника, то в этой ситуации я, несомненно, попробовала бы синхронизировать дестабилизацию горячей точки по нашему периметру. И здесь меня беспокоят провокации, которые могут происходить. Вот я начинаю прямо вот так вот по периметру на Балтике. Далее меня очень беспокоит ситуация Молдавия-Преднестровья-Украина, потому что я считаю, что, несомненно, элитные отряды ВСУ могут принять в этом участие и провести что-то такое, типа восстановление конституционного строя Молдавии и борьбу с сепаратизмом в отношении Приднестровья. Одновременно могут быть разные провокации, связанные с Крымом, Крымским мостом и вообще акваторией Черного моря. Далее я вижу, что, несмотря, например, на очень серьезные события на Ближнем Востоке, Израиль продолжает в этих условиях поставлять вооружение Азербайджану, что для меня свидетельствует о том, что идея затеять новую войну в Закавказье за создание, причем военным путем, так называемого Зангизурского коридора, который де-факто отрежет Армению от Ирана. А я вижу провокации по границам Ирана, недавнее нападение в Белуджистане на иранских пограничников, гибель 11 человек. Это серьезно. Далее, если вы помните, хакерская атака на АЗС, систему АЗС в Иране. То есть это вот... Я вот дальше, видите, как двигаюсь? Очень, я считаю, недостаточно стабильная ситуация в юго-восточной части Казахстана, то есть там же, где в свое время тоже были очень неприятные события. Я вижу обострение ситуации и на Дальнем Востоке в том, что касается там Южной Кореи, Северная Кореи, Филиппины, Мьянма, вот это все вместе. И вот, ну, это в меньшей степени нас касается. А вот этот периметр, который я обрисовала от Балтики до Казахстана, он, пожалуй, нас в большей степени касается. И на это может наложиться та самая, в кавычки возьмем, партизанская война, а на самом деле террористическая деятельность на территории Российской Федерации, возможно, Белоруссия. И здесь за Белоруссию я беспокоюсь меньше. Вот, по ряду известных причин. Ну, и территория меньше, и контроль выше, с моей точки зрения. В этом смысле традиции Белоруссии и жесткость белорусского руководства значительно выше, чем жесткость российского. Вот, а в России подобного рода провокации возможны. И именно усиление. И вот это одним аккордом. То есть это может произойти в течение одной недели. Вот, и в связи с этим понятно, что сценарий развития СВО, который рассматривается военными, его придется корректировать. Потому что наш противник действительно находится в критической ситуации. Мы видим, что очень серьезные события нарастают в Соединенных Штатах в связи с необходимостью смены власти, решения проблем, связанных с финансовой сферой, причем международной, как мы понимаем. Определенные, очень серьезные трения, нарастающие между двумя центрами глобалистскими, я имею в виду, между Вашингтоном и Лондоном, они тоже становятся заметными. И вот на этом фоне могут быть предприняты такие действия для того, чтобы нейтрализовать наш рост и репутацию, в том числе, на международной арене. И продвижение тех проектов международных, на которые мы делаем основную ставку. Но чтобы все это случилось, вот по всей этой дуге, которую Вы описали, ведь нужно огромное количество ресурсов, абсолютно разных. Как Вы думаете, есть они? Ну, смотрите, как я понимаю, да, и это еще не все. Я вижу, что идет сосредоточение военно-морских сил в регионе Красного моря. Я понимаю, что на деятельности хуситов примиленько зарабатывают британские страховые компании, которые, естественно, повысили ставки в связи с тем, что судам приходится отплывать Африку. Вот. И на самом деле я так прикинула, что им еще выгоднее вообще перекрыть этот путь Красное море, ну, Баб-Эль-Мандепский пролив, Красное море, Советский канал, для того, чтобы действительно просто совершенно раздеть и разуть тех же европейцев, которых, как мы видим, в общем-то, и Лондон, и Вашингтон с удовольствием пускают в расход, без всякой жалости. Ну, вот этот вот подход по отношению к европейцам со стороны и Лондона, и Вашингтона, вот в расход, он в 2024 году продолжится? Конечно, да. Откуда выжимать соки? Их надо откуда-то выжимать. Кого раздевать и разувать? Нас, как ни странно, или, может, это кому-то покажется парадоксальным, все же значительно сложнее раздеть и ободрать, вот, потому что та, например, собственность, и многие это знают, которые те активы, которые западные компании и Запад в целом имеют на территории Российской Федерации, их цена превышает. Те активы, которые Россия держит за рубежом. Поэтому, да, они пытаются как-то прикарманить эти 300 миллиардов наши, но на самом деле это для них очень опасно, потому что действительно Россия может пойти на крайние меры и национализировать те активы, которые принадлежат западным компаниям. Пока наше руководство этого не делает. Из уже упомянутого, то, что случилось в 23-м году, это обострение рабоизраильского или Палестино-израильского конфликта, я думаю, так и так правильно. Но вот помните, когда это все начиналось, все СМИ пестрили заголовками подобного плана, что вот смотрите на наших глазах, в общем-то, начинается Третья мировая война, очень много было рассуждений и мнений на эту тему, потом они как-то утихли, угасли, но вот на сегодняшний момент и в 24-м году опасность перерастания вот этого конфликта в более глобальный, она сохраняется? Знаете, в конвенциональном формате повторения ни Первой, ни Второй мировых войн не будет. Я имею, подчеркиваю, в конвенциональном формате. Потому что при применении тактического или стратегического ядерного оружия это уже совсем другая история. И я не готова ее сейчас обсуждать. Действительно, не готова. Я пока... Ну что тут сказать? Весь мир в труху, как в том фильме. Если же говорить о потенциале, который необходим для того, чтобы конвенциональную большую войну развернуть, то на это нет у наших противников нет ни энергогенерации, ни возможности запустить в нужной интенсивности военно-промышленный комплекс. Деньги, да. Деньги они выторговали эти компании, которые производят вооружение. Но из денег оружие не делается, как известно. Для этого нужны природные ресурсы, для этого нужны рабочие руки, для этого нужны энергогенерации и запуск, реиндустриализация. А реальный сектор экономики в Соединенных Штатах, да и на Британских островах, и в большинстве стран Запада, надо сказать, находятся в довольно печальном положении. Вот, возьмите те же Соединенные Штаты или Британию, там более 60% это сервис, да. Плюс энергогенерации. Я вот разговаривала со специалистами в сфере энергетики. Я-то думала, что, может, им там годика-два нужно, чтобы провести модернизацию электростанций и нагнать еще энергогенерацией. Но специалисты меня разуверили и сказали, что для этого нужен значительно более длительный срок. Это означает, что к большой конвенциональной войне они не готовы. Ну и еще об одной точке напряженности на планете, которую очень многие считают очень потенциально опасной. и о Тайване, и об отношениях Китая и Тайваня. И мы на протяжении уже долгого времени видим, как те же Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на Китай, и вместе с тем оказывают поддержку Тайваню. Но вот вы уже упомянули о том, что в тех же США и Британии 60% примерно экономики это сервис, а производство как раз-таки в основном-то в Китае. И вот как они будут конкурировать? Как это вообще возможно, когда там-то все? Ну я не знаю, в том, что касается Тайваня, я понимаю, и из некоторых источников мне известно, что отношения между Тайбэем и Пекином все же не очень линейные, понятное дело. И у Китая есть рычаги, в том числе экономические рычаги, очень серьезные для того, чтобы избежать именно боестолкновения. Потому что по закону мы знаем, по тем решениям, которые были приняты в Китайской Народной Республике, да, если Тайвань заявит о своем суверенитете, то необходимо начинать боевые действия. Но я думаю, что здесь стороны от этого воздержатся все же. — Иран не удастся расшатать, что называется, и все-таки спровоцировать, как вы думаете? — У Ирана нет никакого резона, как многие считают, например, отбомбиться по территории Израиля. Ну или что-то такое, или обстрелять Израиль и так далее. Вопрос зачем? Что с этого Иран будет иметь, кроме головной боли? Сейчас проиранские силы целенаправленно и систематически обстреливают американские базы в Ираке. И совершенно очевидно, что Иран заинтересован в выдавливании американского военного присутствия из Ирака и Сирии. Вот их забота. А так, тем же американцам тоже не очень-то и выгодно создавать проблему Ирану. Я тут с удивлением, для себя даже с удивлением узнала, что если обогащенный уран для своих АЭС Соединенные Штаты покупают в России, то тяжелую воду, оказывается, они покупают в Иране. Ничего личного, как говорится, чистый бизнес. Вот. Ну, это первое. А второе, у Ирана достаточно хорошее, прямо скажем, продвинутое современное вооружение. Это все-таки, ну, китайский гиперзвук никто толком так до конца не убедился. Мы верим в то, что он есть, но что у иранцев есть гиперзвук, это уже известно точно. Поэтому связываться с этой страной, по большому счету, настолько себе дороже. Вот. Я уже не буду там описывать другие военные объекты на территории Ирана. Иран воздерживается от участия в нынешнем, в нынешней этой заварухе в Израиле. Да, безусловно, поддерживает Хизбалу, безусловно, поддерживает Ансаралу и хуситов в Йемене. Но напрямую действительно не участвует. И за руку его никто не поймал, даже израильтяне. Во всяком случае, в моей беседе с Яковом Кедми, Кедми подтвердил, действительно, что иранцы не вмешиваются пока в эти события. Да, политических заявлений много, активности политической много, но в военном плане они этого не делают. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, это невыгодно. Мало кому практически невыгодно затевать войну с Ираном, потому что для этого нужен почти миллионный наземный контингент, и фактически гарантии победы нет точно. Кому выгодно, так это британским страховым компаниям все, что там происходит. Выгодно, да. вот они сейчас зарабатывают. А еще им выгодна заваруха в Соединенных Штатах, потому что это дает им шанс, о котором писал в 20-м или в 21-м году такой колумнист за телеграф Алистер Хитт, я его часто цитирую, он там спокойно написал, что все империи когда-нибудь разваливаются, американцы тоже едут с ярмарки, и делает вывод, пора уже нам задуматься о том, чтобы вернуться в высшую лигу. Похоже, они идут по этому сценарию. Так вот там вопрос теперь, а кто кого? Лондон в Вашингтон или наоборот? Вы знаете, по некоторым моментам у меня складывается впечатление, что на сегодняшний день, если можно так выразиться, но мы в кавычки возьмем, ведь речь не идет о правительстве Сунака, о палате лордов, о старой британской элите, я не о них сейчас говорю, я говорю о немножечко о других стратах на британских островах, это частично в немалой степени тот же сити, и это другие силы внутри Британии, вот, ну, да, они спокойно совершенно, мне кажется, идут к своей цели, и у них, с моей точки зрения, сейчас перевесно уже, кажется, образовывается на их стороне. Ну, вот это вот вечное противостояние морских и континентальных держав, да, и, в общем-то, то, что мы наблюдаем одно из этих проявлений тут у нас на континенте рядом, на Украине, если так посмотреть в перспективу, на ваш взгляд, кто, в принципе, тут может одержать верх, или здесь невозможно кто-то, кто победит, кто проиграет, здесь, возможно, какой-то баланс. Юрий, мне кажется, что те же британцы, хотя и действуют чрезвычайно ловко и красиво, а противника надо уважать и упорно действуют, они потрясающе упорные ребята, вот, и инструментарий у них определенный есть, ресурсов, правда, маловато, но именно это заставляет их мыслить еще более комбинированно и применять сложные, тонкие сценарии, но они, мне кажется, упускают из виду то, что эпоха доминирования вот в том формате, в котором она была последние 200 лет, она прошла. Вообще эпоха, принципиальная эпоха доминирования кого-либо прошла. Во-первых, доминирование требует очень больших ресурсов. И это показал и Советский Союз, и опыт Соединенных Штатов. Разматывается национальный ресурс, а удержать все же не удается, потому что это слишком сложно. Мир хоть и мал, но слишком велик для доминирования какого-то одного центра силы. не получается. Более того, этому центру силы необходимо, там же есть своя верхушечная элита, правильно? Далее, эта верхушечная элита нуждается как минимум в двух составляющих для удержания своего могущества. Это, назовем это так, управленцы высокого звена и силовые структуры, армия и спецслужбы. Армия и спецслужбы это люди с оружием. И по понятным причинам, почти вот в соответствии с теориями Паретта там и разными прочими, именно в этой среде формируется контр-элита против этой элиты. Это тоже неизбежно. Вот с моей точки зрения, на самом деле, сейчас мы приближаемся к точке, которую можно было бы назвать по ГОПСу, да, войной всех со всеми. Вот. И этот период мы должны будем пройти, но за горизонтом я понимаю, что в чистом виде доминирования не будет. И в этом смысле я поддерживаю идею о том, что мир разделится на регионы, где будет кто-то первый среди равных и главный арбитр. Это возможно. И в этом смысле, скажем, наша зона темы хороша, что Россия и союзные государства, Россия, Белоруссия, они не будут и не собираются доминировать, но при этом будут гарантами стабильности для всего региона и равноудаленными для тех, кто спорит между собой внутри региона. В этом смысле нам очень важно поддерживать эту репутацию арбитра. Может быть, с моей позиции не трудно смириться к китайскому руководству. Мне представляется, что судя по некоторым их выкладкам и их проектности там «Сообщество единой судьбы человечества», какие-то мечты о доминировании у них все же есть. Но придется с этим тоже смириться. У Китая тоже есть возможность сформировать собственную зону. В этом смысле оказывается проигнорированный Индия, но получается, что Индия войдет в единую с нами зону. В таком случае значение отношений Белоруссии и России роль союзного государства, на ваш взгляд. Заметили ли вы за последний год-два изменения качественных этих отношений? Мы здесь замечаем по количеству встреч, по их качеству, по характеру, по атмосфере этих встреч и не только первых лиц. Ввиду того, что мы можем стать теми самыми арбитрами, насколько важно этот тренд сохранять. Стремительными темпами, довольно высокими темпами развивается взаимная экономическая индустриальная интеграция. В своей собственной сфере я вижу, что замечательные, очень яркие, очень компетентные, свободно мыслящие и глубокие белорусские эксперты появились, устойчиво появились и на российских ресурсах. И их голос слышен, это очень важно. Раньше этого не было, заметьте, на ток-шоу, российских популярных ток-шоу этого не было. Сейчас как бы получается, что все мы едины, такой пул патриотичных экспертов. вот, и я, конечно, просто приседаю к Никсоне, потому что очаровательные совершенно, действительно, очень глубокие, очень свободные и очень компетентные эксперты белорусские, которые появляются на и как бы и в Москве появляются и нас тоже, как вы знаете, приглашают всегда в Минск. То есть вот этот обмен интеллектуальный, он тоже стал значительно интенсивнее. И это здорово. И я должна сказать, что Россия большая страна и по понятным причинам здесь многие процессы развиваются медленнее. Вот. И у меня есть некая надежда, что именно Белоруссия совершенно не принижая собственную страну, гражданка, которой я являюсь, но мне представляют, что вот было бы здорово, если бы Белоруссия оказалась бы в авангарде новаций в сфере политического и международного планирования. потому, потому что размер страны и количество населения, демографические показатели, да, может быть, поскромнее намного, чем у Российской Федерации, но в связи с этим и выше вот эта мобильность, в том числе организационная мобильность, она выше. Вот. У нас это сложнее, у нас множество существует интереснейших, но разрозненных все же пока центров, и вот я признаюсь вам, ну, неловко, но я признаюсь, я ничего против хороших мероприятий, конференций, докладов на этих конференциях не имею, вот, но мне кажется, что эпоха такого рода мероприятий прошла, это менее интересно, менее эффективно, вот, а вот организация вот таких мозговых штурмов вживую, и если доклады, то короткие, понимаете, и по делу совсем на актуальные темы, но я считаю, что начальство как раз нужна, начальство ждет консультации в плане оперативных решений, потому что у начальства всегда должна голова болеть по поводу оперативки, а вот такие оперативные решения или решения таких задач могут подсказать такие группы, осуществляющие мозговые штурмы, но когда в них включены люди фундаментально мыслящие, понятно, что это уровень оперативных решений соответствует стратегическому замыслу и тому пути в будущее, которое, наверное, каждый из нас мечтает. Многие следят и строят предположения и версии по поводу выборов в Соединенных Штатах. Как смотрите на эти все процессы? Это на что-то сможет повлиять в хорошем или плохом смысле. Либо допустим те же выборы в Америке, ну поменяется что-то в фасаде этой власти и что? Да я думаю, что, понимаете, там же ситуация-то в каком-то смысле в плане сохранения вот этого глобального доминирования, она действительно катится с горы, вот, поэтому это мало что решит, выхода из нее по большому счету нет, вот, и судя по тому, что я бы вот меня просто поразило то, что этот британский режиссер снимает фильм, который выйдет как раз весной, да, гражданская война в Америке, вот, это какая-то попытка навязать такой самосбывающийся прогноз. Но многие и в самих Соединенных Штатах об этом говорят. Это не значит, что так и произойдет, безусловно, но то, что там нет гражданского согласия, это уже сейчас видно. То, что нет доверия ни тем, кто занимается предвыборными кампаниями, это уже все высмеяно, и хвост виляет собака, и мартовские иды, то есть доверия со стороны общества всем этим институтам уже нет. Вот, а проблем массой, они мультиплицируются, и неразрешимость их тоже становится все, охватывает все большие области жизни. Разорение там среднего класса, проблемы, связанные со здравоохранением, с... Мне кажется, что, знаете, прав был генерал, которого сыграл Гриценко в 17 мгновениях весны. Они где-то слишком передоверились, так, по-детски обрадовались современным информационным технологиям, и где-то они им чересчур передоверились. Я тут позволила себе на... У нас был день открытых дверей в Институте русской политической культуры, очно присутствовал целый зал, вот, и так в контексте всего остального я очень горжусь тем, что я сказала, с вами поделюсь. Я сказала, и искусственного интеллекта мы тоже бояться с вами и опасаться не будем, потому что мы уже одержали победу над искусственным интеллектом, народ на меня посмотрел вопросительно, я сказала, искусственный интеллект никогда не научится спать и видеть сны. Мы пришли к выводу такому, что эпоха доминирования, вы пришли к выводу, прошу прощения, что эпоха доминирования кого-либо в мире, она либо закончилась, либо вот-вот заканчивается. Но вместе с тем, если верить теории Гумилева, которого вы знаете и любите, насколько я знаю, то как раз сейчас мы стоим на пороге золотого века. то бишь пассионарность во всех прекрасных государствах, которые до сих пор стригут барыши то на страховых каких-то выплатах, то еще где-то, то окучивая морские пути, она как-то сходит на нет. А мы как раз-таки входим в пик, если хотите. Вы согласны с этим? При всем моем уважении к знаниям этого человека, обаянию его, иногда очень интересным разрозненным идеям, которые он выдвигал, я не считаю тот материал, который он оставил, то наследие, которое он оставил, я не считаю теорией. Я считаю это таким, как бы сказать, литературными выкладками на тему. Иногда любопытными, но дело в том, что он не дал определений в его построениях очень много натяжек, искажений, даже исторического, историографического материала. Это первое. Второе, меня совершенно не удовлетворяет его понимание этногенеза, оно какое-то очень некорректное. И третье, я считаю, что вот эта социальная энергия, которая заставляет и вас, и меня действовать, встать с дивана, отложить книжку в сторону, куда-то бежать, что-то делать, с кем-то договариваться, продиктована мотивациями, которые возникают в центре нашего сознания. И это не этногенез, который сам по себе без нашего ведомо каким-то образом проистекает. По поводу золотого века. Вы понимаете, мне представляется, что действительно при современных технологиях впервые то, что создавало нам тормозящие трудности, между нами говорят, например, климат, долгие долгие дороги, долгие пути, сложно добраться, пока доберешься, сколько времени пройдет. Вот это все уходит в прошлое благодаря современным технологиям. И вот это и открывает нам путь, ну, если не к золотому веку, то к такой, вот к проявлению нашей потрясающей творческой энергии, потому что держать вот такое пространство с такими сложностями, с зонами рискованного земледелия и прочее, и при этом побеждать, а вы представляете себе, как при современных технологиях, при том, что там от Москвы до Минска я доеду максимум за три часа, да что это, это пустяк, и вернусь обратно, еще успею там с собакой погулять и в кино сходить, сами понимаете, это вообще открывает невероятные перспективы, потрясающе, нам осталось только в себя поверить. Ну что ж, спасибо вам огромное, Корина Исана, за этот разговор, я искренне желаю, чтобы в новом году, который вот-вот наступит, у каждого из нас были хорошие мотивы для хороших поступков, которыми потом мы все вместе будем гордиться, и перед 25-м годом, чтобы нам потом уже было, чтобы вспомнить хорошее, чтобы было уже в 24-м году, не только проблемы, хотя, безусловно, и они будут куда без этого, но все равно мы так устроены, что верим лучше, особенно в новогодние дни. я искренне желаю вам, чтобы в новом году все получалось, то, что вы задумали, крепкого здоровья, и всем, кто нас смотрит, чтобы все, пусть даже сокровенные, какие-то потаенные мечты сбывались. Все-таки Новый год есть Новый год. Спасибо большое. Ну, позвольте, я тоже пожелаю, вы знаете, я пожелаю любви, любви в атмосфере, и чтобы вот у нас, те, кто прошел горнило Великой Отечественной войны, значение которой, наверное, наши потомки по-настоящему все же смогут оценить, как, я считаю, один из ключевых моментов всемирной нашей истории, именно Великая Отечественная война, а не Второй мировой. Вот. Мне хотелось бы, чтобы вот то взаимопонимание и взаимная симпатия самых разных людей, представителей разных фитнесов, разных конфессий, вот то, что было на новом этапе, чтобы мы на новом этапе восхитились бы нашим многообразием, вот, и оценили бы его как тот вот бесценный, как что-то, как сокровище, которое у нас есть. Ну, и любви во всех проявлениях, во всех смыслах пяти о которых говорили древние греки. греки. Редактор субтитров